В России не может быть никакой иной объединяющей идеи, кроме патриотизма. Об этом заявил в ходе одной из рабочих встреч глава государства Владимир Путин. На патриотизм как на национальную идею смотрят и в Ненецком округе. Патриотическое воспитание должно стать системной и целенаправленной деятельностью. Проводником патриотического воспитания должен стать каждый. Такие мысли прозвучали на пленарном заседании Общественной палаты региона, где тема патриотизма стала одной из ключевых. Всего же ежегодный доклад о состоянии и тенденциях развития гражданского общества в Ненецком автономном округе включал 8 вопросов. Сам по себе 2015 год стал знаковым. Вся страна отмечала 70-ю годовщину победы в Великой Отечественной войне. На этом фоне в округе проходили различные мероприятия патриотической направленности, в том числе поисковые экспедиции, лыжный переход по деревням Нижнепечорья, военно-патриотические соревнования, игры, походы и экскурсии. Была проведена масштабная работа, отметил руководитель комиссии по социальной политике и работе с молодежью Общественной палаты Юрий Канев. Но загвоздка в том, что все мероприятия патриотической направленности в большинстве своем нацелены на молодежь от 14 до 35 лет. По мнению общественников, такой подход не совсем верен. Общественная палата НАУ считает необходимость формировать программу патриотического воспитания населения НАУ, которая предложит новые подходы, учитывающие все категории жителей нашего региона. Кроме того, Юрий Канев предложил разработать и включить в закон о патриотическом воспитании в НАУ систему общественного признания и поощрения новых героев, наших сограждан, проявивших лучшие качества в различных сферах – военной и гражданской службе, благотворительности, чрезвычайных ситуациях, спорте, искусстве, науке и образовании. По мнению общественников, проводником патриотического воспитания может стать каждый. Мы надеемся, что как раз и в ежегодном отчете будет услышана наша идея о том, что надо новые имена, надо не только останавливаться на ветеранах, но уже есть очень много достойных людей, которые тоже также являются патриотами нашей Родины, нашего округа. И эти имена надо также подчеркивать, разработать свою систему поощрений для этих людей. Доклад о вопросах доступной среды и создании условий качественной жизни для граждан с ограниченными возможностями представила Марина Говша. Член общественной палаты, как большой плюс, отметила наличие конструктивного диалога между гражданским обществом, органами законодательной и исполнительной власти. Общественная палата отмечает, что в обсуждении законопроекта в вопросах социальной сферы важным решением стало, что все социальные льготы для инвалидов сохранили и даже приумножили. О проблемах многодетных семей в округе рассказала руководитель клуба многодетных родителей семья Млилия Ружникова. Она обратила внимание на самую острую проблему выделения земельных участков. Спикер регионального парламента Анатолий Мяндин предложил обсудить с представителями многодетных семей механизм реализации окружного закона и как один из путей реализации закона рассмотреть вопрос о предоставлении мер социальной поддержки взамен предоставления земельного участка в собственность. По итогам обсуждения будет подготовлен сводный доклад, который представят на ближайшей сессии окружного парламента.